Обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр московского гарнизона. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе 194 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим прославленной 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. На Красной площади легенда Великой Отечественной войны танк Т-34. Во всем мире он признан лучшим средним танком того периода. Колонну Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100. Командует парадным расчетом гвардии старший лейтенант Александр Забон. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Корнет-Д». Возглавляет колонну майор Александр Юрин. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун» под командой майора Ярослава Крета. Многослойная броня способна обеспечить высокую защищенность экипажа, перевозимого груза, узлов и агрегатов автомобилей. Машины способны двигаться по любому бездорожью, преодолевать водные преграды глубиной до двух метров. Многофункциональные модули позволяют использовать автомобили по различному предназначению. По Красной площади проходит колонна современных бронетранспортеров БТР-82А, 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Второй год военнослужащие бригады представляют на Красной площади флаги Республики Крым, города-героя Севастополя и Черноморского флота. Парадную колонну возглавляет командир батальона подполковник Олег Тычинский. По брусчатке Красной площади проходит колонна боевых машин десанта нового поколения. БМД-4М 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Парадный расчет возглавляет гвардии полковник Геннадий Орежев. Возросшая огневая мощь и мобильность позволяет десантникам оставаться верными крылатому девизу «Никто кроме нас». На Красной площади модернизированный десантный многоцелевой бронетранспортер «Ракушка». На его платформе создается более десятка разнообразных машин для воздушно-десантных войск. От командно-штабных до транспортно-тылового обеспечения. На брусчатке Красной площади новейший бронетранспортер, созданный на базе платформы «Курганец». Во главе расчета гвардии капитан Павел Чернов. В основе проекта повышенная защищенность личного состава. На платформе «Курганец» российскими специалистами создана боевая машина пехоты нового поколения. Командует парадным расчетом гвардии капитан Юрий Шорин. Возможности, заложенные в вооружение данной машины, не имеют аналогов в мире. Мимо трибун проходит еще одна новинка. Тяжелая боевая машина пехоты, созданная по проекту «Армата». Ведет колонну гвардии капитан Вячеслав Прошко. На Красной площади танки Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады. Новейший комплекс вооружения танка позволяет экипажу уничтожать наземные и воздушные цели на максимальной дальности днем и ночью. Во главе танковой колонны командир батальона майор Сергей Сидинин. На смену Т-90 на Красную площадь вступает будущее поколение российских танков. Танк «Армата» командует парадным расчетом гвардии майор Роман Протянкин. В ближайшее время эта машина станет основным боевым танком вооруженных сил страны. В парадном строю колонна 152-мм самоходных гаубиц «Муста-С», которую ведет гвардии майор Владимир Матвеев. Артиллерийская система «Муста-С» позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. Парадный строй артиллерии продолжает колонна 152-м. Командир дивизиона майор Михаил Комогоров. Скорострельность и новый принцип введения огня в несколько раз увеличили возможности артиллерийской системы «Коалиция» по сравнению с ее предшественницей. По Красной площади проходит отдельный ракетный дивизион, одним из первых, освоивший высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М». По главе парадного расчета, заместитель командира ракетной бригады, гвардии подполковник Владимир Филин. Практические стрельбы показали широчайшие возможности по применению комплекса для нанесения дальних и высокоточных ударов. Продолжение следует... На Красную площадь выходят парадные расчеты техники войсковой противовоздушной обороны. Проходит зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У». Зенитно-ракетные комплексы предназначены для отражения массированных ударов средств воздушного нападения противника, прикрытия техники и личного состава на боевых позициях. Парадные расчеты возглавляет гвардии подполковник Олег Козлов. Парадные расчеты возглавляет гвардии подполковник Олег Козлов. На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет командир дивизиона подполковник Марат Пахруддинов. В ходе учений ЗРК «Панцирь» доказал, что свое основное предназначение – прикрытие гражданских и военных объектов – выполняет полностью. Все воздушные, скоростные и разновысотные цели были уничтожены с первого выстрела. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Во главе колонны командир полка – гвардии полковник Александр Китрин. Возможности комплекса С-400 не способны повторить ни одна система ПВО зарубежных стран. Комплекс «Триумф» способен со стопроцентной гарантией поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров. Впервые на Красной площади представлены пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом заместитель командира полка подполковник Роман Бакшин. Данный ракетный комплекс обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составят основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеран» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. В воздухе флагман российских ВВС модернизированный дальний стратегический бомбардировщик Ту-160М. За штурвалом самолета главнокомандующий военно-воздушными силами герой России генерал-полковник Виктор Бондарев. Продолжает воздушный парад группа в составе транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8А МТШ. Над Красной площадью звено транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации. В небе пятерка легких вертолетов АНСАТ-У, предназначенных для обучения курсантов вертолетных училищ. Впервые над Красной площадью звено ударно-транспортных вертолетов Ми-35М. В небе ударные вертолеты К-52 «Арлигатор». В своем классе эти вертолеты являются лучшими в мире. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной огонь». «Беркуты» на вертолеты К-52 «Арлигатор» Один самолет АН-124-100 «Руслан», носящий имя Владимир Гладилин. В небе Москвы группа из трех тяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ил-76. В небе группа из трех турбовинтовых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолет является грозной силой ядерного сдерживания. В парадном строю пролетают три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Ту-22М3. Пролетает группа самолетов, имитирующая дозаправку в воздухе стратегического бомбардировщика Ту-95. В небе столицы пара сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый Леви». Над Красной площадью летчики военно-воздушных сил продемонстрируют дозаправку в воздухе различных типов самолета. В воздухе заправляется бомбардировщик Ту-160. Производится заправка пары бомбардировщиков Су-34. Под крылом заправщика Ил-78 пара бомбардировщиков Су-24. Заправляются истребители-перехватчики МиГ-31. В небе восьмерка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-30СМ и Су-35. Эти самолеты – основа истребительной авиации России. Пролетает пятерка модернизированных фронтовых истребителей МиГ-29СМТ. Пролетает строй из восьми истребителей-бомбардировщиков Су-34. Следующий строй представлен восьмеркой фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В небе группа из восьми тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Пролетают самолеты-штурмовики Су-25СМ. В боевом порядке тактическое авиационное крыло – бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и МиГ-29. В небе кубинский бриллиант – знаменитые на весь мир пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». В составе пяти самолетов Су-27 и четырех МиГ-29. Летчики военно-воздушных сил России поздравляют всех ветеранов с 70-й годовщиной Великой Победы. В их честь 15 самолетов МиГ-29 и Су-25 изображают в небе цифру 70. В небе столицы в боевом порядке «Пирамида» пролетает шестерка учебно-боевых истребителей Як-130 пилотажной группы «Крылья Тавриды». Замыкают парадный строй военно-воздушных сил России шесть самолетов-штурмовиков Су-25СМ. Они расцвечивают небо над Москвой российским триколором. Парад завершается. Военные музыканты исполняют песню Мавсисяна на стихи рождественского «Мы – армия народа». Субтитры создавал DimaTorzok